Федал, плиз! Это что, твоя машина? Садись, садись, мальчишка! Чего себе? Волга, да? В некотором роде. Садись, садись. Ты знаешь, это малогабаритная квартира. Садись, садись. ГАЗ-24. Невзор, ведущий конструктор машины, он уже основные наброски машины сделал. И моя задача была это все проверять в масштабе 1 к 2. На большой доске, 2 на 3 метра, дрефт, как мы его называли, я занимался проверкой компоновки этой машины. По словам Владимира Реутова, при создании новой советской машины учитывался весь полученный за годы эксплуатации 21-й Волги опыт. К тому же, при проектировании создавался не только легковой автомобиль. Закладывалась база и под кузов универсал под машину скорой помощи. Создавалась машина с правым рулем и с дизельным двигателем. Новая Волга была в почете не только у партноменклатуры, советской милиции и у таксистов. Машина поставлялась на экспорт. Импортировался в Бенилюкс страны и немножко на Дальний Восток. Для Бельгии была создана модификация с дизельным двигателем французским. И она туда успешно импортировалась. Современники утверждают, ГАЗ-24 это не просто советский автомобиль, самый роскошный из доступных. Это символ той эпохи. Это хороший автомобиль своего времени. Он был экономичней, 21-го Волги. У него был более мощный мотор уже. Но минусы в Советском Союзе машину выпускали по три десятилетия. То есть дизайн 60-х оставался до 90-х годов. Сегодня встретить на дороге 24-ю Волгу практически невозможно. Они остались на руках либо у пенсионеров, выезжающих на любимое авто, на дачу, либо у ценителей раритетных автомобилей в коллекциях. А ведь ежегодно Горьковский автозавод выпускал со своего конвейера до 75 тысяч машин ГАЗ-24 в год. Всего до 93-го года было собрано почти полтора миллиона экземпляров ГАЗ-24 всех модификаций, включая ГАЗ-24-10. С юбилеем, 24-ка! Кирилл Васенин, Время новостей.